По поводу социальной структуры, я пару лет назад уже упоминал, что хомосаэтэнс, наш биологический вид, единственный вид млекопитающих, у которого цикличность половой системы сарки работает по принципу менструального цикла. Потому что у всех остальных млеков это совершенно иначе организованный эстральный цикл, эстрос. Разница в чём? Разница в чём? Это вот время. Ну и дальше продолжается. Вот эти засечки, это моменты созревания и выхода из яичника яйцеклетки. Называется это момент из яичника яйцеклетки, агуляция. После овуляции яйцеклетка будет жизнеспособна в течение 45 часов. Если в это время произойдёт встреча с сперматозоидом, то произойдёт зачатие и начать развиваться эмбриотия. Если это не произойдёт, то дальше, до следующего периода, есть половой контакт. Нет половой контакта, никакого защиты всё равно нет, не будет. Ну потому что нет яйцеклетки активной. Как дело обстоит у всех нормальных млеков? Вот эти периоды. Поскольку нормальная самка, так же как нормальный самец, крайне заинтересована в том, чтобы оставить потомство. Дело в том, что весь естественный отбок, ну просто с самого начала формирования жизни, активно поддерживает поведенческие программы, которые дают потомство. И не поддерживает поведенческие программы, которые не приводят к появлению потомства. Вот сами подумайте, у вас есть два зверя. Один – высокий, толстый, красивый, весёлый, совершенно здоровый, как не знаю кто. Психологически уравновешенный. Прожил вот ровно столько, сколько в принципе может этот вид прожить. Максимум прожил. Но не имел потомства. Второй зверь этого же вида. Силый, бедный, больной, с комплексом неполноценности. Там, я не знаю, страдающий всеми возможными заболеваниями. Прожил только треть из возможного срока. Но оставил потомство. Скажите, пожалуйста, кто из них является победителем естественного отбора? Конечно, второе. Второе именно его признаки будут переданы. А если вы потомство не оставили, вы вообще могли не существовать. Вы никто, и звать вас никак. Да? Значит, ну просто нет в биологии процесса более важного, чем размножение. Благодаря этому жизнь непрерывная. Хорошо. В результате сам-то крайне заинтересован в том, чтобы потомство оставили. Поэтому, вот здесь где-нибудь между овуляцией, она самца на половой контакт не подпустит никогда. А если имец будет здорово приставать, то он поможет и поможет. Причем так редко. А вот на этом, наконец-то, совершенно меняется поведение под действием формулы. И самое главное, появляются сигнальные признаки. Меняется запах. Меняется внешний вид половых органов. Так? Те, у кого есть собаки, хорошо знают, какие проблемы возникают с сучками в огреме течки. В результате вывесили флаг, готового ко всему. Санкции отреагировали, произошло околокворение. Классно, оставим подросток. А в биологическом виде, у кого мы сойдемся. Когда происходит овуляция, не знает никто. Включая саму саму. Никаких внешне наблюдаемых изменений в это время просто нет. Есть один хитрый показатель. После изобретения термометра можно, конечно, прослеживать. Ну, если там регулярно заниматься температурной фиксацией. А больше просто или без биохимии гормонов. Значит, нельзя сказать, когда будет овуляция. А период внешних изменений в половой системе, который как раз сразу виден, может приходиться вот на этот период. Причем не точно посередине. Чаще всего более-менее посередине между двумя эволюциями. Но у некоторых барышень он сдвинут вот сюда. А у других вот сюда. Классно. А теперь половой контакт во всем страховым секторе времени даст ли оплодотворение и, соответственно, рождение потопок? Нет. Нет. Ельциклетки-то нет? Хорошо. Ну, теперь что делать бедную мужичку? У него нет сигнала, когда активировать программу полового поведения. У всех остальных биологических видов есть такой сигнал. Вот как раз изменение поведения самки во время девочки. А у кома зайдется, нет? Всегда. Ага. А держать барышню постоянно рядом с собой и постоянно заниматься с ней любовью. Это единственный вариант, при котором можно гарантировать получение потомства. Причем совершенно точно, зная, что это потомство от меня, от нее. И вот возникает такая устойчивая порцелла. То, что мы потом будем называть бинарной семьей. Да, прошу. Скажется, это получается, что он на гавану попал? Да. Дело в том, что вот этот сдвиг половой циклики как раз и способствовал развитию моногамии. Хотя история культуры отлично показывает, что моногамная семья – это далеко не единственный возможный вариант для человека. И возникает она уже не по биологическим, а по чисто социальным причинам. И только в моральную последнюю очередь, ребятки, то, что большинство непрофессионалов считают обусловленным моральными причинами, реально имеют очень глубокие биологические корни. Мне очень сложно представить воскоморальный подберезовик или воскоморальную морковку. Но дело в том, что все процессы, связанные с размножением, носят универсальный характер. Ну, допустим, один из сильнейших запретов во всех человеческих культурах – запрет на инцест, на внутрисемейное братье. Так, есть тут хер, включая тех же самых подберезов. Здесь причины совершенно другие. Надо хотя бы основы компуляционной генетики понимать. И, кстати, пресловутое вырождение при инцесте. Это, опять же, полкогул в конце совершенно. И причины его, опять же, понимать надо, если вы действительно хотите грамотно в вопросах разбираться. Те основы генетики, которые вам в старшей школе будут давать, для этого недостаточно. Если кто-то интересуется, вам необходимо разобраться, вполне разобраться, со школьным уровнем школьной генетики, попробовать покопаться в популяционной генетике, в генетике популяции. Вот откуда выход на эти проблемы есть. Это стабилизировали более-менее моногамонные пары. Спасибо. Спасибо.